И здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на видео по ОРЛ. Лига ОРЛ, собственно говоря, Европейская Лига, которая проходила в четверг на трассе США. Ну и это мой второй этап в этой лиге. Как я и говорил, трасса США и эту трассу я не то что не люблю, я её просто ненавижу. Я не знаю, как я ещё не выбросил руль в окно во время тренировки к этому этапу, но как-то всё-таки я в квалификации смог показать более-менее хорошее время, если не считать первого сектора. На первом секторе я вообще проиграл всё, что можно, ещё и на своём быстром круге там оставил одну десятку. Просто гениально, так что первый сектор надо было улучшать минимум на две десятки. Ладно, дальше у нас второй и третий сектор. Второй сектор, если он плюс-минус нормальный, кроме этого подъёма, то третий сектор это полный ад, особенно последние два поворота, особенно ещё и эти почти 180-градусные повороты. Это вообще сущий ад, я там не могу вообще ехать. Не знаю, кто там вообще додумался сделать такие повороты. А, да, герман тильки, здорово. Второй сектор я ставлю лучший, причём в Директоре Гонки он реально самый лучший. И это мне прям реально понравилось, потому что я еду такой с лучшим вторым сектором, отстываю на десятку от андинатора, который на пуле. Но вспоминаю потом, что, а, ага, у нас же третий сектор, точно, где сливаю всем по две-три десятки. Я такой, типа, еле его как-то смог более-менее нормально проехать. Улучшил свой круг на три десятки секунды и поднялся на четвёртую позицию и показал лучшее время, какое я когда-либо ставил на этой трассе. То есть лучшее я никогда не приезжал. Итоги квалификации перед вашими глазами. У нас первый ряд за Торороса. Кхм. После Тороса, да, даже тут на первом ряду. Здорово. У нас тактика софт-медиум, переход где-то на шестом-седьмом круге, сливаем топливо на плюс один круг. Ну, и, собственно говоря, да, ещё опускаем переднее крылышко на один пункт, ну и отправляемся стартовать. В принципе, ничего особенного. Если будет зафитикар на первых кругах, это будет просто провальная стратегия. Ну, потому что очень не хочется брать и всю гонку ехать на медиуме. Гаста не стартует Гран-Бри США. А, идеальный старт у меня получается. Сразу же прохожу двоих и Майкла Тоницу. Кстати, это брат Дэвида Тоница, победителя F1E Sports. Здорово. Ну, и прохожу Феррари, и к нам там залетает внутрь болид Рено. Ну, и, собственно говоря, из-за этого мы все выезжаем наружу. Ну, и получается, что выезжает из-за этого сейфтикар. Из-за того, что он решил дайвбомбить и взял, и всех нас просто по факту вынес. Дальше мы на первом круге сворачиваем на пид. Я бы, на самом деле, не сворачивал бы, если бы передо мной не свернуло два из трех болидов. То есть, свернул Тоница, свернул еще один болид. Туророса, не андинатор, его напарень, кстати, очень достаточно быстрый китаец. Здорово. Перебываемся на медиуме, и он должен дотерпеть до конца дистанции, потому что... Я помню, когда-то давно, когда тренил либо перед АОРом США, либо еще раз перед АОРом США. Короче, когда-то я тут на медиуме смог проехать всю дистанцию в 28 кругов. Посмотрим, удастся ли сделать это мне сейчас. Дальше у нас рестарт. На третьем круге его нам дают. У нас на рестарте заезжает на пид один пилот, и я тем самым поднимаюсь на десятую позицию. В принципе, и уже тот десятка есть. Хорошо, очки в остине. Хей, найс. Ну и на харде передо мной Туророса как-то не очень-то и бодренько едет. Дальше на пятом круге, да, вот такое вот очень ускоренное видео, случается говно-говна просто, я не знаю, как это назвать. Но мы все стали прозрачными, и хост начал меняться. Смена администратора была, и мы все тупо ехали друг в друге. Я такой типа, ааа, то есть сейчас будет предсоздание сейси, я такой типа, немного подзбавил обороты, вот это все, сквозь меня все проезжали, я такой типа, спокойно, сейчас будет рехост. А потом, короче, у нас все резко на круге под номером, если я не ошибаюсь, 8. Сейчас мы посмотрим цирк Шапито, как мы едем друг в друге, это было прям очень интересно. Как я еду на первой позиции с лучшим кругом, но я не на первой позиции и не с лучшим кругом. Нормальная гонка, как я считаю, мне очень сильно она нравится, прям лучше гонки я не помню. Я вообще поначалу тут думал, что надо бороться как-то без контактов, считал всех за реальных людей, но потом понял, что все друг у друга прозрачны. Ну и потом, на седьмом круге у нас уезжает машина безопасности, и все резко становятся нормальными. И тут у меня подгорает пердак, потому что на седьмом круге, по идее, по стратегии должен быть пистоп софта на медиум. И андинатору сейчас так повезло, что он сейчас под сейфти-каром сменяет свой софт на медиум и едет до конца. И у него медиум на семь кругов младше, например, моего или того же Майкла Тоница. И, в принципе, мы в полной жопе, я на пятой позиции, но передо мной еще один, как минимум, пилот, который не заезжал и не преобывался, потому что он сорвал с медиума, он не делал еще пид. Ну и передо мной, собственно говоря, три пилота, с которыми у меня реальная борьба. Один из них на харде. У нас начинается атака. Атака Феррари на Торроса. Торроса выезжает с определенной трассы, был у них контакт. И я ищу себе месечко, уже с ним поравнялся, едем, думаю, такие спокойненько бок о бок. Пытаюсь ставить ему место, а он просто в меня обрезается, ну и случается инсульт разворота. Ну и да, я отстаю от впереди идущей Феррари, но он вообще разворачивается, а вскоре он вообще сойдет с гонки. Дальше у нас 12-й круг. Я прохожу Флексис Марси, который еще как раз таки не заезжал на пид. И выхожу на третью позицию. И дальше передо мной только те соперники, с которыми у меня реальная борьба. Это вот эта Феррари с нечитаемым ником, ну и Майкл Тоницца, который уже почти на 3 секунды уехал от всех. Дальше 15-й круг. Я подобрался в Дреску относительно Феррари в впереди идущей. Но Мерседес, напарник Майкла Тоницца, решает, что почему бы не попытаться меня обогнать. И он это слегка сделал. Я не стал с ним бороться тут бок о бок. Просто его отпустил и решил за ним ехать в Дреске. Может он меня подтянет к Феррари и мы его вдвоем пройдем. Дальше на 17-м круге, да, он проходит Феррари, но что-то я как-то от них начала отваливаться. И он так еще проходит Феррари, что они почти времени не теряют. И он начинает просто уезжать от нас. Дальше на 19-м круге Феррари сворачивает в бокс, не знаю зачем, и переобувается на медиум. Найс! Не на софт, а на медиум. Просто гениально. И я выхожу на третью срочку, позади меня андинатор, у которого медиум на 7 кругов младше. Ну, как я считаю, это просто гениально. Ну и я решил ставить вот этот вот 20-й круг, 20-й и начало 21-го, потому что тут начинается самая красивая борьба, которая когда-либо была у меня в этой формуле. С ботами так точно не поборешься, ну а с реальными людьми я еще не катаюсь в таких лигах, чтобы так чисто бороться бок о бок. Но тут с андинатором мне прям очень понравилось бороться, получаю 3 секунды штрафа, гениально, все. Теперь я сравнялся со всеми, скорее всего, по штрафам. До этого я ехал без штрафов, надеялся на то, что сейчас как отыграю я позиции за счет отсутствия штрафов, но как бы не так. Так вот, у нас прямая, у нас андинатор в зоне ДРС, ну и я подрубаю все, что может обостаться впереди, но у него очень высокая скорость, потому что у него есть 8-я передача. Ну, если я переключу тоже на 8-ю передачу, но я так еще больше потерял. Ну, у меня тут был снос, понятно, из-за этого у нас даже произошел контакт. Я думал, что сейчас он меня пустит, но как бы не так. Мы продолжаем ехать бок о бок, он на какой-то момент вышел вперед, но его снесло на выходе из поворота, и я такой, типа, почему бы в стиле Макса Ферстапина по внутренней траектории тут его не пройти. И тут мы так ехали бок о бок, это было так прям и опасно, и красиво. Тут так же мой бок о бок, место оставляю я ему по минимуму, так же он, как и он мне. Тут опять-таки бок о бок, но ДРС-ка достается мне, и на этой прямой я отбиваю его атаку. Фух, пронесло. Да, все, классно, я снова третий. Правда, впереди идущий уже отъехал на фиг знает сколько времени, и поставил еще и лучший круг, но я третий, да? Да. Но у него на 7 кругов младший медиум, и это, конечно, и решает. У меня начинает подыхать мой комплект, но у него он только сейчас пришел, можно сказать, в рабочее состояние, и уже на 21 круге он меня без проблем проходит, и просто я уже ничего с ним не могу сделать. Пару кругов я подержался за ним в зоне ДРС, но потом он отъехал от меня на 4 секунды. Ну и на последнем круге ко мне подъехал мой напарник позади, ну и впереди произошел инсульт у Мерседеса, который ехал, догонял Майкла Тоницу, он попытался его атаковать, но прилетел поворот и врезался в стену, сломав себе крыло. И это дает мне плюс одну позицию, здорово! Ну подади меня мой напарник, но у него штрафов в районе 9-12 секунд, а я так и еду со своими тремя. И да, он меня в последнем повороте, атака по последней надежды, попытался атаковать, еще и выжил за пределы трассы. Это был свинский поступок, но я не обижаюсь, потому что у меня штрафов намного меньше. Ну и, собственно говоря, это мой первый подиум в ОРЛ. Да, мне чуть не оговорился. Ладно, собираюсь. Короче, третья позиция, это все очень классно, но игра решила, что не хочу я показывать Андрея Тарабукина на подиуме в ОРЛ, поэтому решила, что двое пилотов, которые приехали последними, за которых ехал бот, они должны быть на подиуме, на первой и второй позиции. Так и произошло, но, слава богу, их аннулировали, их результаты, и я все-таки остался третий. Опять-таки, очередной камень в огород Кодмастерс, и я не перестаю удивляться данной игре. Ну а сейчас мы посмотрим на результаты гонки, я могу уже прощаться с вами, также хочу сказать, что у нас есть группа ВКонтакте, которая неожиданно ожила, и у нас есть чатик ВК, где очень много сообщений в секунду печатается. Ладно, вот и не результаты гонки, я на третьей позиции доезжаю в данную гонку, побеждает у нас Майкл Тоница, а второй у нас Анди Ната. Ну а на следующей гонке я снова попытаюсь заехать на подиум, но обещать ничего не буду. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok